Друзья, на настоящем уроке мы изучим сегодня вот этот механизм, который называется бабка, передняя бабка. Мы можем его назвать передней детка, не в этом суть. Мы должны понять, для чего этот бабка или детка служит. Вот, над бабкой или над деткой находится электрический щиток, на котором этот пульт управления, который включает станок, вот этот выключатель, этот станок включает сверлильный агрегат, он тот, вот этот, этот включает, А, вот этот сверлильный агрегат включает, а этот тоже, но уже когда, вернее, извините, это подает питание, общее питание подает. Итак, мы электрический щит изучили, переходим к детке, к бабке. В бабке находится внутри шпиндель с различными шестеренками и муфтами, и вилками вот этих вот переключателей. Вот этих вот переключателей. И находится на шпинделе крепится патрон, в который зажимаются железячки. Железо разного сечения, круглые, шестигранные и так далее. Какое имеем, такое и засунем. Вот. Эти переключатели, вот два вот этих вот, вот этот, и вот этот, это переключение влияет на переключение скоростей, вращение шпинделя патрона. Вот эти переключатели влияют на ход, на действие вот этих двух винтов, которые влияют вот на этот суппорт, фартук суппорта, вот этот вот фартук суппорта, который механическую движет суппорт туда, сюда и туда. Нет, туда не движет, только туда и сюда. Вот. Вот эти вот переключатели. Их, конечно, не трудно изучить. Вот этот, значит, на подачу, скорость подачи. Вот эти два влияют на скорость подачи. А вот этот на резьбы, различные резьбы. Тут один винт на подачу, второй на резьбы. Это мы в будущем с вами все пройдем. А вот этот вот, это выключатель станка. Сейчас мы его попробуем. Подаем. Оба, питание снято с главного щита. Пока мы не сможем подать. Ну, в следующем разе или разу, ну, как хотите, мы этот процесс освоим. Итак, друзья, сегодня мы только бабочку, дедочку, ой, извините, бабочку изучаем. В нижней части станины находится там резервуар для масла и насос, который качает из того резервуара масло в эту детку. И методом налива на желобки разные, внутри там, под этой крышечкой, масло на желобки попадает, оттуда самотеком на шестеренки и муфты, на валы различные. И все, поэтому смазывается. Вот контрольное стекло. Если здесь брызгает масло, то значит все окей, все работает и все best condition. Итак, сегодня мы с вами почти, а вот эта кнопочка красная, ее лучше не трогать. Она экстренно вырубает детку или бабку, станок, короче, вырубает. В целом мы сегодня с вами изучили поверхностно, конечно, внутренне мы не будем изучать. Вам это ни к чему. Вы не будете ремонтировать станок. Всего хорошего. До следующего урока.